Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком А говорить мы сейчас будем. Почему я их назвала стихийными людьми? Потому что поводом для нашей встречи, поводом для начала разговора о проблемах молодежи сегодняшней, как мы проанонсировали, стал фестиваль, который буквально недавно, 8 октября, провела Лариса Сумбаева. Сейчас она расскажет, где, как и что это было. И фестиваль студенческих фильмов, студенческого кино, который называется «Стихия». Почему «Стихия»? Сразу. А ты меня поравляй, потому что мы на пару работали и просто вообще идеально. Вот можете вдвоём говорить про очередь. Идеально. Ну вот «Стихия», я скажу, это удивительное дело, очень долго рождалось название, но оно лучшее из того, что вообще могло быть. Потому что это «Стихия», это поэзия, это Бродский, это Пушкин, кто хотите, блок. И плюс это «Я». Фестиваль называется именно «Стихия». В нём «Я» – это первое слово. Каждый из тех, которые представили свои фильмы, представлял под словом «Я». Это фильмы, принадлежащие каким-то ребятам. И плюс вот это слово «Стихия», оно даёт такую поэзию некую, некая поэзия, поэтичность. А Николь дальше родила весь цвет этого фестиваля, весь цветовой полёт. Я бы добавила, что «Стихия» – это тоже, почему мы его так назвали. Когда люди попадают в эту творческую атмосферу, когда они попадают в этот мир кино, они как бы в этой «Стихии» плывут. Это как нечто такое, что вот завертелось, и всё, из этого уже, ну, это не убрать от тебя. Это всё время будет с тобой. Ну вот я также услышала там тему стихийности, да, то есть это то, что выходит за рамочки. Абсолютно не в рамках, абсолютно не в рамках, а возможность свободы вот в этом. А творчество без свободы, ну ты же сама знаешь. Если есть возможность свободы, то человек делает что-то. Оно может быть и неправильное, оно может быть и несовершенное, мы не претендовали на это. Ну, давайте вот сразу расскажем, что, где, когда происходило, вот это технически, да, что это было, кто участвовал, а потом уже будем говорить о смысле. Ну, какая предыстория, Ника, у нас второй фестиваль. Да, этот фестиваль в этом году у нас был уже во второй раз, а в прошлом году был, собственно, первый, и родился он в рамках моей практики для университета, это была моя практика на четвертом курсе. Где ты училась? Я училась в Ресебина, организаторе мероприятий, и это была моя вторая профессиональная практика, я позвонила Ларе со словами, Лара, что-нибудь, пожалуйста, мне нужна какая-нибудь красивая практика, очень хотелось чего-то душевного, был нелёгкий период. Вот, и Лара мне говорит, ну, можем вот так, вот так, а вообще, Николь, я знаю, ты будешь делать кинофестиваль. Слушайте, я потрясена. Ну, так человек говорит, что-нибудь придумайте для меня, а вот фестиваль. И я думаю, какой кинофестиваль? Вот так рождается, из какого ссора рождается, да? Да. Это было так страшно, знаете, она сказала кинофестиваль, я такая думаю, какое громкое слово, и это буду делать я? Ну, и так закружилась, завертелась, Лара мне предоставила в помощь нескольких студентов, очень талантливых, классных ребят, мы с ними организовывали и в этом году, мы очень подружились, очень красивые девочки и мальчики. Помогали, и мы за длинный, довольно полтора месяца готовились к этому фестивалю. К первому. К первому. Мы готовились полтора месяца где-то, и это было довольно продолжительно, и на нас была, ну, полностью вся, то есть я отвечала и за дизайн, я отвечала за саму организацию, за программу. Мы выбирали, вместе с ребятами сидели фильмы. А фильмы уже были к тому моменту или к специальности? Да. Ну, это такая красивая вещь, вот к твоим по ходу действия, представляешь, первый курс, заканчивать первый курс. То есть давай сразу уточним, что Лариса Васильевна Сумбаева преподает операторам. Да, операторам, да, преподает историю кино, историю искусств. Вот, собственно, с ними. С ними, и они, первый курс, они закончили, я что-то рассказывала, мы что-то говорили о творчестве, вообще как таковом. И это первый курс, они ещё только начали учить операторское дело, то есть они не выучили, они не знали. И у них первая практика, из того, что у них есть, им нужно было сделать фильм, то есть не знаю, знаю, и они делали первый курс. И это всегда, Рита, это шедеврально всегда, почему? Они не умеют, но они делают. Потом проходит 4 года, они умеют, но не делают, так тоже было. Почему? Ну, потому что, Рита, а школа задалбывает, вот задалбывает, мы же сами и задалбываем, потому что вот уходит вот это ощущение полёта и свободы, и сделал ошибку, ничего страшного. Да, ты согласна, Николь? Конечно. На первом курсе ты сделал ошибку, понятно, вы им что научили, то и получите. То есть надо после первого курса уходить. Да, диплом получать. Диплом сразу. Ты знаешь, я тебе скажу абсолютно вот так, потому что я много раз даже, вот такой у меня слёзы были, потому что первый курс, они вообще шедевры, а к четвёртому что-то там где-то как-то. Ну, это просто возраст, человек растёт и свои рамочки устанавливают. И всё, и в этих рамках. И вот первый курс мы взяли в первый фестиваль. Он был очень трогательный. Он был такой трогательный. Они так старались, видно, я же как сама закончила их же специальности, я видела всё, что происходит на фоне этого. То есть я вижу не только картинку, я вижу вот эту подготовку, я вижу вот это старание, монтаж, да, и местами это, знаете, технически, как первый курс. Местами было смешно, но иногда это настолько перекрывалось, вот это техническое несовершенство идей. И вот мальчик, который в прошлом году победил, до сих пор у меня под впечатлением. Потому что технически, моментами, да, возможно, шероховато. Но, знаете, идея такая красивая, что абсолютно... А какая идея была? Марионетки. Люди-марионетки. И вот такая, знаешь, фестиваль, фильмы, Рита, которые не понимаются однозначно. Пошёл, пришёл, купил, сделал. А фильм-символ. Символ, что такое люди? И какие они? И, знаешь, я иногда думаю, марионеткой иногда классно быть. Как ты думаешь? Я помню слова Марлен Дитрих, вернее, когда она говорила, ни одного режиссёра должен меня поставить. Поставить, сказать, что делать, я должна смотреться хорошо, иначе я буду скандалить. А это многие актёры говорят. И всё. А есть актёры, которые не хотят, чтобы их стали, хотят, чтобы были самостоятельные. Вот эти дети, вот они сами. Этот мальчик Максим, который у нас вот в этом фестивале просто помогал, сам. Ну, ты понимаешь, это надо думать. О чём это не каждый взрослый мог понимать. Некоторые говорят, ну, знаете ли, Лара, это не вообще искусство, если я не понимаю, что там происходит. Я говорю, если ты не понимаешь, это не значит, что это не искусство. Вот, кстати, важная тема, мы к ней вернёмся. Ну вот просто, ты понимаешь, вот эта вот ситуация. И это были первочки, как ты сказала, несовершенство, и совершенство человеческое какое-то. Несовершенство, но с потенциалом. Да. Видно потенциал. А в этом году ничего не предвещало беды. Я выпустилась, закончила, бросила шапочку в небо и думала, что всё, свобода. Она подумала, что всё. Да, я думала, конец, больше меня не вводят ноги мои ни в одном учебном заведении. Как вдруг звонок, я обедаю, и Лара мне говорит, я, конечно, понимаю, что ты откажешься, и ребятам я об этом сказала, но мы тут все сидим и хотим снова делать фестиваль. И она что-то говорит, говорит, я так смотрю на часы, такая думаю, ну, я могу быть через полчаса, спрашиваю, Лара, через полчаса вы ещё будете на месте? Полчаса? Она говорит, да, будем. Я говорю, ну всё, я выезжаю. Представляешь, полчаса, и мы сидим вот уже в честной компании, полчаса, а когда его делать, если пандемия? Так сложилась традиция уже. Это вот, да, второй год родился так вот. И сколько вы его готовили? Сколько было участников? В этот раз было очень мало времени на подготовку, мы встретились в пятницу и назначили день фестиваля через три недели, то есть снова в пятницу. То есть у нас даже меньше трёх недель, собственно, было на подготовку, это очень маленький срок, но мы боялись, чтобы нас не закрыли. По ограничениям. И последний день такое было абсолютно не успели. И вы представляете, в пятницу озвучивают, что сидят и объявляют чрезвычайную ситуацию, а мы фестиваль успели. А мы успели. А мы фестиваль. У нас было 10 фильмов, как и в прошлом году, а мы красиво решили продолжить традицию, вот как перетекающее мероприятие из одного в другое. Мы открыли в этом году фестиваль тоже фильмом «Первокурсница». Безумно совершенно обалденный фильм. Вообще шикарный фильм. Вообще что-то, Рита, это правда, я хочу, чтобы ты это увидела. Это так красиво. А вот вообще наши радиослушатели тоже, может быть, хотят увидеть. Где это можно сделать? Да, но вот мы пока ещё не выставили, потому что мы пока только ощущения… Но выставите. Я думаю, что мы это должны сделать. Да, это какой-то фестиваль. Надо. Я понимаю, что нет. Не было такого, не было, но я думаю, что нужно. Ну, какую-то площадочку надо виртуальную. Потому что там есть что смотреть. Самая красивая женщина пришла, переводчик, у меня такая совершенно замечательная, Лена, она говорит, я входила на многие фестивали, входила, выхожу, ну, как вошла и вышла, особенно ничего не осталось. Она говорит, меня перебудоражило, меня трясёт, меня лихорадит после этих фильмов, несовершенных, возможно, неправильных, но она говорит, это переполнено такими… По разными чувствами, странными и больными чувствами, всякими, потому что фестиваль был необыкновенный. Ну, давай дальше расскажи про… Он у нас был в этом году посвящён выпускникам, то есть это все ребята, которые в 21 году выпустились, все их дипломные работы, ну, не всех, мы взяли… Выбрали. Выбрали 9, получается, оставшихся фильмов. И знаете, что самое красивое во всём этом, это то, какие ребята смелые на самом деле, потому что я их сравниваю невольно с собой, будучи в их возрасте. И эти ребята гораздо смелее, чем мы, они гораздо как-то креативнее, они меньше боятся, потому что я смотрела эти фильмы и думаю, это ж надо собрать людей, локации. То есть фильмы, конечно, очень сильные и отличаются от прошлого года. Они действительно отличаются даже вот этой смелостью. И мы сидели, пока вот выбирали фильмы, смотрели, и там один в одном фильме ребята, собственно, без штанов. Да, в трусы? Ну, в трусах, вот прям вот, ну, на камеру. Майка. Я сижу с ребятами и говорю, не, ну, вы, конечно, смелые, говорю, так вот, в трусах снимать, они на меня поворачиваются, такие, а что такого? Ну, в трусах, в трусах. Я говорю, ну, как, преподавателям же показывать, это же школьная, да, работа. И давайте выставили так, что как бы странная в этом я, а не они. Потому что, да. Вот это их смелость, и есть один мальчик, который говорил о нетрадиционной, например, любви, да. Это тоже, то есть, нужно показать, защитить, это надо было выйти на сцену. У нас каждый автор своей работы выходил и защищал свою работу, рассказывал, как бы о чём. То есть, сначала смотрели фильм, а потом? Да, потом уже выходили сами авторы, и даже можно было задать вопрос. И это удивительно, что они не боятся. Потому что, всё-таки, смотри, нетрадиционная ариентация, всё равно отношение к этому… У всех разное. Выйти, показать это, показать это очень толерантно. В юном возрасте. Да, и показать это, знаешь, Рита, вот так, что не возникает ситуация такого пренебрежения. И ещё, ты же потом должен вернуться к этим же детям. А что это такой фильм взял? А с чего это у тебя так? А мало ли как ты? Не бояться этого, это для меня тоже какой-то был такой вопрос. Понимаешь? Молодцы, да. Вот это был такой один такой был фильм. Кто победил? Какой фильм был? Победила девочка, чью звезду мы сегодня взяли. Ой, покажите вашу звезду вообще всем. Мы ещё фотографию сделали. Мы каждому участнику, за то, что они собрались… Алисия или Алисия? Алисия Корингёч. Мы каждому участнику сделали такую звезду. Делала их я, мы их печатали. Алисия Корингёч. Придумала сама. Да, мы придумали. Когда, собственно, первый фестиваль, это у нас тоже традиция. С прошлого года тоже были такие же звёзды. Дай мне ещё, я покажу пока. Ты будешь рассказать, я покажу. Это очень красиво. На мой вкус это очень красиво. Мы хотели каждому участнику какой-то приз, да, подарить за участие. И Оскар было бы как-то так банально и, знаете, уже как-то не очень. Это не наше было. Я думаю, что же связано ещё с миром кино, что было бы классно получить. И знаете, приходит идея вот этой «Аллея славы». И вы представляете, у каждого участника всех наших вот двух уже фестивалей дома стоит их персональная звёздочка с их именем. Возможно, будет дорожка потом, да? В общем, эта девочка была победителем каком-то перед этим. В прошлом не была, но как-то раньше. Она в прошлом была близка к победе. А вы представляете, что лет через 10 вашего фестиваля всех соберёте с этими звёздами, и будет уже поле. «Аллея славы». И будет поле настоящей славы. Всё может быть. Значит, в твоих словах есть определённая доля истины. Почему мы это? Почему это доля? Ну, потому что, знаешь, так сразу прямо сказать им «Аллея славы» – они ничего делать не будут. Я всё знаю. Ну, ты знаешь, да. Но ты понимаешь, они впервые вот в этот раз, да, вот эти дети, показали свою работу. Мы делаем работу в стол. Они что-то снимают, мы что-то видим и всё это укладываем. То есть, некоторым кажется, что так легко фестиваль сделать, вот вообще легко. Даже мысли-то. То, что там Николь, вот слава тебе, Господи, мне повезло с ней, она вот прям всё-всё-всё и всех детей собрала и всё это крутилось под её вот таким. Вот она крутит и крутит. Поэтому мальчишки сказали, вот ей в подарок тёплое одеяло, чтобы ей было тепло, чтобы ножки… Правда, подарили одеяло. Да, такое одеяло. Это невероятно трогательно было. Да, то есть теплоту ей, потому что она столько этому отдала, да. Но, Рита, понимаешь, это может быть самое важное, что произошло, вот для меня, что произошло. Они показали свои фильмы другим людям. Кому-то нравится, кому-то нет. Но они должны отдавать свою эту работу. Иначе не имеет смысла. Тогда вот мы преподаем куда-то тоже в стол, понимаешь, а не свой фильм. И если он даже плохой, я говорю, ребята, как бы это ни было, это ваш продукт. Это очень важно, конечно. Насколько человек, мы рекламы на этот фестиваль было два дня, у нас даже два дня не было. Два дня. Всего лишь два дня. И сто человек, это было до того момента, как мы считали всех остальных. Наверное, 130, я думаю, не меньше было. Слушайте, я вот поражаюсь, да, прошло такое интересное мероприятие, целый фестиваль, там, с участниками, с фильмами, что можно посмотреть, обсудить. И никто про это, собственно, особенно не знал всё равно. Ну, это правда, но мы не, в общем-то, Рита, не очень-то и хотелось это выпендриваться. Я вообще выпендрёжная, если честно. Вообще-то надо. Я тебе скажу, я очень люблю выпендриваться своими детьми, ну, вот всеми детьми. В своё время у Николь был тоже фильм очень хороший, там про мою Таню был фильм, она, Таня, куклы дело начала, а Николь снимала, пошла, снимала там всё время, там, мелкие были ещё совсем мелкими тогда. И мы не показываем это, понимаешь? Это как бы никому не надо. Что ты там сделал? Ну, фигня всё это. Отсюда, вот я говорю, Ник, давай, это большое дело. И поэтому они вот так на неё смотрят. Ну, я скажу, чтобы нас так сильно поддержали. Нет, кому это надо? Мы вообще с ней стояли, умывались слезами, потому что как бы это казалось, что это не настолько нужно. А это, мне кажется, самое важное. Вот этот продукт, ты учишь чему-то? И вот получить вот этот продукт и показать его. И мало, конечно, народу, ну, сто, ну, за два дня, Рита, сегодня никто не собирает. Ну, конечно. Сто привитых, я хочу ещё раз сказать, привитых людей. Непривитые, ну, непривитые. Непривитые посмотрят на сайте, когда вы туда посетите. Да, непривитые. Сделайте, пожалуйста, какую-то площадку, где можно будет смотреть. Потому что это тоже, в любой момент можно будет вернуться туда и посмотреть, и для вас тоже будет архив ваших работ. Ну, и для ребят. Для ребят. Потому что у нас во время мероприятия случился такой момент, когда я спросила у одной девочки, есть ли твой фильм где-нибудь ещё? Да. Где-нибудь? Ютуб или что-нибудь? Она говорит, нигде. И я понимаю, сколько сил вкладывается в эти дипломы. Я же сама снимала. Сколько слёз проливается, сколько нервов тратится. И они всё, и вот они испаряются. Ребята, которые нас сейчас слушают, я думаю, что слушают или будут слушать эту программу, да? Спасибо, что вы есть, что вы это делаете, что вы молодцы и в этом участвуете, и мы в вас верим. Надеемся посмотреть ваши фильмы. Ну, вот это так важные слова, вот это так важно. Это на самом деле, это очень важно. Ну, один, знаешь, какая заметочка, говорит, фильмы все достаточно тёмные. Ну, вот давайте про сюжеты фильма мы сейчас поговорим. Я просто сначала хочу Николь спросить, какие сложности самые, что самое сложное было в организации фестиваля? Сейчас вот нас слушают люди и думают, а как это вообще, да? Вот из ничего сделать что-то. Ну, во-первых, мы организовываем своими силами. То есть у нас нет команды профессионалов, которые каждый где отвечает за свою работу, то есть у нас нет профессионального дизайнера, нет там профессионального ведущего, да? То есть ведущие у нас это студенты. Дизайн мы делали своими руками. Фильмы, собственно, ребята, своими руками. То есть всё такое, знаете, оно такое ламповое, оно уютное очень, такое домашнее, видно, что сделанное с душой. То есть это не какой-то коммерческий крутой продукт, расфуфыренный. Сложности, конечно, всегда с теми сферами, в которых ты меньше понимаешь, то есть, например, технические. То есть сложно сказать технику, как поставить свет, когда ты не понимаешь, как свет ставится, да? Сложно, когда ты, например, не находишь где-то понимание. Вот это, наверное, даже самое морально тяжёлое. Обидно. Обидно, когда ты хочешь сделать прям вот, у тебя душа горит, но ты не видишь это вот у собеседника в глазах, и ты начинаешь сам вот, ну, паникаешь даже от этого. Становится реально вот. Вот это, наверное, самое тяжёлое. Вот когда все на таком вот энтузиазме, это красиво, и это несётся как стихия дальше, да? А когда стихии нет у человека в собеседниках в глазах, это начинает очень сильно тормозить. Это самое сложное. То есть даже не так сложно за три недели организовать, казалось бы, фестиваль. Да, стрессово очень, очень. Я эти три недели, наверное, посидела. Ну, во всяком случае, она ничего не ела в три недели. Но я думаю, финальный продукт его по-любому стоит. Но, знаешь, Рита, у меня, у Николь, она это делала, а у меня спина мокрая. Я стояла и думала, мне плохо, реально плохо, страшно. Но сзади всегда были руки. Знаешь, вот пришли люди, которые тебя готовы были поймать, если ты будешь падать. То есть спина. Вот эта спина, я всю свою жизнь буду благодарна. Пришли учителя, некоторые, которые вот у нас всё время смотрят за тем, что они, слушай, у них времени, может быть, и нет. До 12 часов у нас был фестиваль. И на следующий день они должны идти преподавать. Со скольки? Мы начали в 7 часов. Мы в полседьмом начали собираться. В 7 мы открыли фестиваль. И всё это, и вот эти люди, учителя, пришли, сели, и ты понимаешь, ну я не могу тебе сказать, они сидели писали там, какой, кто там будет, зрительский симпатий. Они всё, каждый… При этом они понимают, Рита, что это не такое кино, которое, знаешь, вот там показывают. Это всё-таки кино ребят. И там до совершенства далеко. Но там есть вот этот… Они весь фестиваль от начала и до конца принесли большой букет подсолнухов, подсолнухи, понимаешь, вот эти такие громадные, солнце это. И они отбыли от начала до конца. А у нас был такой один пролёт маленький, да, который вот Ника переплакала и потом ещё два дня рыдала. Когда… Технически, да. Когда технически вдруг мы перед мероприятием не успели проверить, не по собственной вине, не успели проверить фильм. Надо было проверить. У нас вообще не было репетиции. То перед самым фестивалем, потому что в зал попали за полчаса до того, как надо, ну и так далее, стульев понаставили, всё, что успели, сделали вот в этот момент, но не проверили. И в какой-то момент один фильм начал. Я вот сейчас, прошу прощения, я прерву, потому что у нас реклама, небольшая рекламная пауза, на интригу сохраним, да, вот как раз на самом интересном месте. И через несколько минут мы вернёмся к нашему разговору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 вот там сидели, они вот так вот. Только не волнуйтесь, только не волнуйтесь. Они всё видели, всё понимали. Это вот поддержка людей. Иногда один человек тебя поддерживает. И это уже много, понимаешь? Один. Ну, это вот какая-то... Ну, я хочу сказать, вот вы про сложности рассказываете, как всё это быстро, как всё это сложно. А у вас глаза горят. Вот пришли в студию, и прям молнии такие с вами пришли, тут летают. Глаза горят, столько радости. А радость приносит это всё. То есть, несмотря ни на что... Это очень здорово, потому что мы в конце с Дашей стоим, мы как будто убиты, нас как будто били палками. Да, и со слезами. Эти техники вот так вот по лицу проходят, что стрессово было. А ко мне подходят девчонки наши, ведущие, улыбаются. Я такая думаю, ну ничего себе, ты в хорошем настроении ещё, да? И нам все подходят, и они удивляются, что а что вы такие выжатые? А что не так? Я такая, ну как? Провал! Кошмар! Ужас! Это была катастрофа! А мне говорят, да нет, всё нормально. И знаете, я сначала подумала, ну, поддерживаю просто. Я не поверила сначала. Думала, не хотят обидеть, или хотят, чтобы вот не так сильно расстроилась. А потом вот история за историей, и вот какие-то вот такие маленькие нюансы, я понимаю, что всё-таки даже если вот несовершенно, что мне важно, чтобы было совершенно, но это было важно, потому что, посмотри, я видела, как ребята, которые участвуют... искренне. Конечно. По любви, понимаешь? ...на выставке, вот девочка, например, да, вот со своей работой вот так фотографируется, и вот так, и друзей позвала со своими работами сфотографируется, и вот они, каждый, вот для них это такая отдушина, это очень красиво. Скажи, пожалуйста, а ты вот твои фильмы, ты про что снимала? О чём тебе хочется сюжет сделать? Я снимала документальный вот самый, ну, работой, которой я больше горжусь, это дипломная работа, это был документальный фильм про кукольницу, это дочка Ларисы. Она и Таня. Мы начали говорить про Танечку. Это очень красиво, мы снимали с ней, как она одну куклу делает, и параллельно шло интервью с ней про то, как вообще, как она к этому пришла, как она считает, это должно быть. И вот такой вот фильм, 10, по-моему, минут он был. Да, 10, большой был фильм, и скажешь, ты что, уже надо как-то покороче. И вы знаете, мне очень интересно, Лара мне говорит, что его до сих пор в школе показывают. Да, но я так всегда говорю, посмотрите. Потому что там пойман был момент творчества. Знаешь, вот кукла, когда её ещё нет, и когда душа, и когда в неё эта душа вклад станет, когда делает, я говорю, остановись, вот пока ты ещё не пришила к ней там, ноги и всё остальное, а вот эта голова, вот эта вот, я Ника так сняла тоже очень хорошо, она такая, знаешь, в этом белом, руки в белом, там она фарфором, там что-то делает, ну я не очень называть буду всё её техническое, и это так красиво, и это вырастает. Но мы показали, её ещё работу я показала в силу того, что я хотела и показала, а вообще работы мы не показывали. Никогда. Это было ужасно, на мой вкус. Лид, понимаешь, ты непонятно, что преподаешь, и непонятно, зачем. И может быть, из них никто не будет режиссёром. А может быть, кому-то это вот как Алисе, она в диплом, вот она тряслась вот так, как Осиновый лист, потому что это же диплом, и всё, всё творчество ушло в никуда. Фильм назывался «Флейта», вот помнишь идею этого? Вот скажи, вот эта победительница у нас была, Алиса. Сейчас, в этом году, да? Да, вот в этом, да. Ну давайте про сами фильмы поговорим, что волнует, то есть они выбирали сами темы. Конечно, у них дипломный проект, у них есть задача, время. Что их волнует сегодня? Мы обещали разговор о проблемах молодежи. У Алиси была такая более личная тема братца. Отец и дочь. Отец и дочь, да, отношения между отцом и дочерью. Был фильм, вот как мы говорили, про нетрадиционные отношения, да, вот он. Он меня, наверное, больше поразил. Поразил больше смелостью, что вот понимаете, это нужно взять два, там два молодых парня, да, и вот надо их взять, поставить, вот показать, да. Вот кто бы, я не знаю в своём окружении парней, кто бы согласился сняться в таком фильме, и кто бы снял такой фильм. Кто у нас там ещё? Ну я про флейту. Про флейту, скажите, что это? Не играть на флейте моего позвоночника, Маяковского, там, да, на флейте. Знаешь, история о родителях, которые разошлись. Рита, это сегодня тема номер один. Они очень много живут в том, что у них разводятся родители, это боль, проблема. И родители когда-то разошлись, и девочка всё время себя спрашивает, почему я такая. Ну я отца не знаю, ну вот как-то, девочка какая-то, мы не берём её саму, это образ. Ну понятно, лирическая героиня. Это такой образ. И вдруг в какой-то момент на экране звучит 36 звонков, кто-то прорывается, она поднимает трубку и говорит, твой отец умер. И она, такая фраза такая очень тяжёлая, вместе с наследством, отец оставил наследство, я получила отца. И она входит в дом, где всё лежит от отца. И он оставляет ей в наследство флейту. Помнишь, как мы ходили, помнишь? И она снимает, Рита, она снимает Ригу. Моё вообще, вот сокровище в моей жизни. Она снимает, девочка идёт, и съёмки каких-то моментов Риги. И фильм весь, девочка по улице идёт и снимает город. Там лица, там скульптуры, там голуби. И флейта звучит? И флейта звучит. И вот во флейте, ну ладно, пусть даже так будет. Значит, она там делает, и всё, и нашла мужчину, который на улице играет на флейте. И она говорит, мне сегодня снимать, а он в Драбадан. То есть настоящего? Да, настоящего. А он в Драбадан пьяный. Она говорит, все стоят с камерой, а я что, если не буду делать? Бить его, не бить, давайте выпить, дай ему опохмелиться. И вот он там играет на флейте, там этот кусочек, да, настоящая флейта. И такой образ как бы отца и маленькой девочки, которая там с красным шариком и воспоминания о прошлом. Он такой, знаешь, вот Рита, вот этот фильм, лично этот, новая волна, парижская новая волна. Когда они берут и следуют за человеком, просто следуют за человеком. И снимается вот это в таком ключе, в очень спокойном, в очень, только голос закадровый. И Смоленинов такой актер, ты помнишь, Самара, вот Смоленинов читал, значит, там такая ситуация, она достает флейту от отца, и он ей, девочка моя, не получилось там тебе сказать, читает, это Смоленинов читает, это вот от отца от роли отца, я тебя всегда любил, но может быть, ты вот сейчас оценишь мой этот подарок, и наставил эту флейту. Там слова такие хорошие. И он читал так трепетно, у меня до слез. Ну, как вот, знаешь, мы теряем родителей, неважно как, развелись или они уходят, мне не хватает тоже голоса отца, ну, наверное, тебе тоже все эти вот наши переживания. И это так звучит хорошо. И такой вот фильм весь спокойный, ровный, красота города, боль внутри, и вот это всё, и вот это наследство, которое у нас есть, наши родители. Как бы мы не хотели быть другими, я всё время говорила, нет, 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 я не мама, нет, я не папа. Как оказалось, все традиции семьи припёрлись, и не хотелось чего-то. Ну, нельзя нас вырвать, конечно. Нет, нельзя. И поэтому, и это такой фильм, в котором вот ты просто ставишь вопрос, я и мои родители, я и мой папа. Это вопрос у детей сегодня номер один. Прекрасно, что фильм заставляет так думать, много думать. Это же самое главное, чтобы там постучал. Был фильм один, назывался «Суд», который снят, но Андрюх простит меня, мальчишка. Вот это вот какая-то там помехи на экране, такой, ну, съёмка, да, петля. Съёмка какая-то несовершенна, но вопросы, которые звучали с экрана, у меня просто переконопатели эти вопросы. Мальчик, суд, у каждого человека же есть внутренний, который тебя судит. Вот такой один герой, и второй. И вот тот, который сидит, прошла какая-то жизнь, он чего-то достиг, а в жизни ничего нет. Родители, почему они развелись, какая проблема, он не знает. Дед, который его воспитывал, он его не видит, не смотрит. То есть он живёт для себя, он зарабатывает свою репутацию на место под солнцем, а потом в конце фильма висит петля. То есть он понимает вдруг, что всё, что он делал, и всё, что у него есть, и имя, и языки, и всё, что это всё впустую, потому что это бессмысленно. И фильм называет «Суд». И Андрюша этот мальчик, ну, я его очень люблю, ну, просто. Вот он его долго-долго собирал, и хотелось сделать красиво. Потом он говорит, нет, ну, красиво, снял его так очень своеобразно, и, может быть, несовершенно, но вопросы были такие, что они вот в тебя так... То есть они уже в этом возрасте имеют эти вопросы? Они имеют не просто эти вопросы. Рита, у них такой сложный мир. Рита, у них такой сложный мир у этих детей. Этот... Знаешь, я на уроке, сейчас Ника выдам слово... Идёт урок, и приходит позже один ученик у меня. Я говорю, ну, почему ты всё время приходишь позже? Он мне говорит, Лара, я вас очень люблю, я так люблю лекции, всё. Какие-то слова мне хорошие, говорит. И всё время опаздываю. Думаю, блин, ну сколько можно? Прошло какое-то время, он через какой-то день пришёл, мне говорит, давайте я отвечу на ваш вопрос, почему позже и так далее. И я так... И он мне говорит, у меня бабушка, от которой отказались все. Я должен менять ей памперсы, надевать вот это, делать вот это, вот это. Поэтому я не могу приходить к этому времени. А сколько ребёнку лет? Ребёнку? 19 лет. Парню, ну, взять бабушку, менять памперсы. 19 лет было тогда, на тот момент. А я могу ему сказать, чего ты не приходишь на урок? Что мы вообще про них всех знаем, Рита? Вот. Когда я начинаю их ругать, ты что, там, опоздал, или ты что-то сделал не то, мы же ничего не знаем. И поэтому это очень... Ты же не спросишь так, но они делятся, конечно. Не каждый расскажет. Но кино – это та возможность об этом сказать, о наркотиках. Я узнала с таким ужасом, сколько у нас употребляют наркотики. И надо же как-то это показать, и показывая на экране эти вот синяки и эти ненормальные поведения, как бы ты говорила, там в трусах вот это всё. И плачет ребёнок в конце, что эти дети ещё и рожают детей. Рита, понимаешь, это больно до ужаса. Но они это говорят. Понимаешь? Мне кажется, их очень отличает то, что они не стесняются даже как будто говорить. И они несут этот посыл. То, что взрослые, возможно, многие бы скрывали, недоговаривали. Да зачем себе прибавлять такие минусы? Почему? Я не буду говорить никому, что мне кажется плохо. Да даже обсуждать это не хочу. Да, это некрасиво. Это тяжело. А они как бы говорят, что такая жизнь. И это часть их жизни. И она есть, и больно. И они говорят об этом. И это очень... Ну, может быть, они не знают, какой выход из этого. Творит, ты спросила меня вчера. А выход какой? Ну, я не про выход. Я понимаю, что с выходом... Поближе к микрофончику. Что с выходом сложно у нас. Никто не может вообще сегодня сказать. Вот нас сюда идти, а сюда не надо. Туда не ходи, снег в башка попадёт. Да, снег в башка попадёт, да. Вот. А просто, ну, как сказать, вот они показывают-то эти ситуации. То, что у них болит. Это уже... Раз это болит внутри, это уже первый шаг. Конечно. У нас один фильм назывался «Перерождение». Вот, расскажи, что это такое. Ну, Рит, рассказать сюрреалистические вещи, символические, очень трудно. Вот Настя, на которой у нас сломалось всё. Настя, которая фигуристка бывшая. Которую там ломали, переломали в фигурном катании. Которая пережила такие драмы. Студентка? Студентка, да. Такие драмы пережила. И плюс ко всему такая вообще девочка, знаешь, перфекционистка и так далее. Она сделала фильм, в котором вот это всё надо понимать. Там рождается, там начало фильма, рождается ребёнок, стоят двое, смотрят на рождение, крик. И в конце этот фильм таким же циклическим образом заканчивается, рождением. Что происходило с ней? Она в фильм монтировала кадры из своей хроники детской. И они такие трепетные такие. И она такая вот, знаешь, и вот так до мурашек смотришь. И когда мы делали диплом, уже защищали диплом, кто-то не понял. То есть я работу поставила на приоценку 9, я поставила 10 бы. За, да, там может быть несовершенно что-то снято, но там так много всего такого душевного, что мы перерождаемся, у нас происходят такие перемены. И она такая сейчас другая девочка. Я тут с первого курса помню, они написали такие сочинения, километровые пишут, такие эпопеи о том, что они чувствуют. Сочинения пишут? Я заставляю всех писать. Они пишут до бесконечности. Даю 5 слов и говорю, через 5 минут должна быть у меня работа, история. Это уникально. То, что они делают, Рита, я тебе преувеличу. Чему ты не публикуешь это? Ну вот, понимаешь, я такая балда. У меня был такой один момент, когда я взяла, вдруг записала, говорю, сделайте мне это. Вот балда. Николь, организатор мероприятий. Пожалуйста, организуйте, Лариса Васильевна. Потому что есть такие рассказы за несколько минут. Я тебе даже не могу сказать, есть такой Пашка, который пишет так, что я говорю, я никогда бы в жизни так не написала. И они ухитряются драму из 5 слов, там может быть 5 слов. Платок в луже, яблоко отгрыженное и контролёр в поезде. Сделайте мне историю. То есть я сама, Рита, никогда бы не сделала эту историю. Вот признаёшься перед микрофоном. Никогда. Когда они это вдруг пумц, я говорю, ничего себе. Вот, понимаешь, но это говорит только о том, что вот бездна таланта, который нужно просто в нужное русло направить. Понимаешь? Ну вот мы говорили с тобой вчера вот как раз на эту тему, да, говорили о том, что ты сказала, вот какой выход-выход. Про выход мы не можем сказать. Но то, что есть люди, вот они сидят передо мной, да, и ещё есть такие же. Я думаю, что есть, конечно. Я думаю, что есть эти люди, которым это интересно, которым это важно, которые могут поддержать, которые могут подтолкнуть, там, отругать, приподнять. Вот это и есть выход на самом деле, что мир полон людей самых разных, у которых эмпатия, у которых… Ну, Рит, как-то их надо поддерживать. Рит, у меня, может быть, это не в ту сторону поворот этого нашего речка течёт, и вот поворачиваю, что этим людям надо, иногда даже не касается там материально, но и материально в том числе, им надо помогать. Ну, приходить уже мы видим, что сто у нас раз, и пришли в два дня. Сто человек. Я когда собираю там на лекцию, думаю, нужно энное количество времени, чтобы собрать 10-15 человек сегодня, чтобы тот поднял зад, оторвал зал от стула и пришёл. Но помогать… У нас есть очень много обеспеченных людей, моих учеников даже, да, очень обеспеченных. Было такое время в Риге, и в Риге больше всего, когда вот люди, достигшие определённого материального уровня, готовы пожертвовать на то, чтобы кто-то, что-то вот такое… помочь кому-то. В прошлом году у нас была такая… у нас есть такая в Елве фабрика, помнишь, РЭД. В этом году Наташа не получилась пойти по разным причинам. Она нам привезла вот такую стопень шоколада красного, громадной, и каждому, знаешь, так-так-так-так, и операторам, и всем… Это вроде мелочь. Это было так важно, потому что в тот момент мне важно было искать, ну, как бы, спонсоров. Да. Но вы понимаете, найти спонсоров – это на словах легко, а по факту… хотя мы даже ничего не требовали. Мы написали в один из кинотеатров… Да, вот скажи это. Дайте нам, пожалуйста, два билета и мешок попкорна. Мне даже не ответили. Ну, то есть, чтобы вот это… Конечно, это сложно, и это надо начинать очень заранее. И вот к третьему фестивалю у вас уже будет такой большой опыт. И я надеюсь, сайт, я настаиваю, да, чтобы было что показать. Потому что то, что вы рассказываете, это очень интересно. Ну, вот, девушки, вы не поверите, но наша программа уже подошла к концу. Да ты что, ты говоришь сейчас, ритутик. Мы только начали. У нас осталось буквально две минуты. Я хочу у Николи еще очень спросить вот этот важный вопрос как-то. Ну, не закончить его, а хотя бы проговорить проблемы основные у молодежи сегодня какие. Вот что самое тяжелое для них? Я думаю, самое… вот оборачиваясь назад, вспоминая из себя, да, то, что нас не слышат. То, что наши мысли их не ценят. Потому что кажется, ой, ну это подростковый… Что там они скажут, да. Ну, это подростковый максимализм, но они же подростки. У них у всех, вот знаете, там некоторые сидят, говорят, ну чернуха. А вы понимаете, а это важно. И вот то, что многие люди не понимают, что это важно, это самая большая проблема. Потому что если их будут слышать, если на них будут делать ставки, они будут сбрасывать, что это все, ай, ну что он там, да. Вот это, наверное, самая большая проблема. И знаете, Лара, это вот у меня спросили на фестивале, а кто такая Лариса? Я говорю, знаете, это человек, которому не все равно. И таких людей, говорю, сейчас так мало. Это правда. И это самое важное. Я говорю, это такой подарок для ребят, это единственный человек, которому, говорю, наверное, не все равно. Вот которая идет и делает, и вместе с нами клеит, и краску разбрасывает. И свитер весь в пятнышках. И пиццу нам заказывает. И вы понимаете, вот это те моменты, которые ребята будут больше помнить. Они не будут помнить лекции, они не будут, может, какие-то даже плохие нюансы вспоминать о школе. Но вот эти вечера с Ларой, они будут помнить, фестиваль они будут помнить, у них останутся фотографии. И то, что их услышали, это тоже очень запомнится. Потому что Лара мне рассказала, как девочка подошла и говорит, мне наконец-то, говорит, мне выделили минуту. Мне, вы понимаете? Лично, понимаешь? Лично ей. Мне кажется, это вообще проблема, что никто никого не слышит с сегодняшнего дня проблема. А у юных людей, начинающих свой путь, это, конечно, очень-очень остро. Полминуты тебе. Полминуты только одно скажу. Что сто человек сидело, разных людей, и вышла девочка и читала стихи. Я говорю, это я тебе говорю, даже в подарок. Она вышла, начала читать Бродского, один ощества, потом читала, я не помню, какую-то современную поэтессу. И я говорю, Лера, не читай, если в зал, я пока всех не усажу, типа, не надо было никого усаживать. Мёртвая тишина, и они слушали стихи. И даже Веня, Николькин муж. Даже бабушка, которая как бы от этого довольно далеко, он сказал, что, ну, говорит, ладно, фильмы, но стихи. Но стихи. И она встала вот так вот, вот так встала и зачитала стихи. Так читала. Понимаешь, и я так понимаю, что нужно же делать вечера поэзии. И всё потеряно. Нет, вообще не потеряно ничего. И вот понимаешь. Была красивая фраза. Наш фестиваль, девочки ведущие говорили, это площадка для новых имён. И вот вам имя. Да, вот понимаешь. Это было так красиво. Мне так эта фраза понравилась. Сколько звёзд вы сделали? Десять. Десять. Десять звёзд, да. Покажи ещё раз эту звезду. Нас ещё на видео смотрят. Вот так. То есть можете присоединяться к этой команде, если вы можете помочь, поддержать. Даже морально, правда? Даже морально. Да, даже морально, да. Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня у нас был разговор с Ларисой Сумбаевой и Николь Гескиной. Спасибо вам, что вы пришли говорить о важном. Думаю, что мы ещё встретимся. Спасибо громадное, что нас пригласили, что мы имели возможность это сказать. Потому что мы переполнены, ты видишь. Ещё будете иметь возможность. Спасибо. Всего всем хорошего. До новых встреч. Спасибо. Слушайте радио Болтком.